Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает в Ападом. Сегодняшние книги, обложка умело притворяется романтической историей. Посмотрите на эти цвета, на это прекрасное название, львовый цветок гибискуса. Я немного понимаю в цветах, поэтому не буду ничего говорить ни о символике, ни о внешнем виде этого растения, потому что речь сегодня вовсе не о ботанике, и даже не о романтической истории любви, как могли бы подумать, увидев очень красивую девушку на обложке. Но так как девушка с кожей явно другого цвета, а фамилия и имя автора европейскому читателю, наверное, говорят совсем немного, просвещенному да, мне ничего. Я даже не знал, не подозревал о существовании этой нигерийской писательницы. А она лауреат множества премий и автор бестселлеров, расходящихся не только у себя в стране. Значит, Чимован Дангоси Адичи написала роман о любви и насилии. Но какой любви? Любви семейной. Вы знаете, это очень тяжелая тема и гораздо более сложная, чем кажется на первый взгляд. Потому что, во-первых, государство вмешивалось и всегда будет вмешиваться в функционирование семьи как природного феномена. Семья как пара приматов, заботящихся, ну или комплекс, значит, особей, да, это у всех по-разному. Коллективная семья очень медленно в моногамию превращалась. Этот процесс занял буквально сотни тысяч лет, да, у предков человека. Значит, семья всегда претендовала на то, чтобы быть единственным мерилом в духовном развитии своих детей, да. Помните в средние века, что было нужно для того, чтобы признать сына, да. Достаточно было поднять его на руки, значит, поднять его высоко, как бы показать ему владение своей, да, и произнести его имя. Все, значит, и ребенок усыновлялся. Эта традиция показывает нам, насколько всевластен отец был в семье. Я не буду здесь вдаваться ни в экскурсы, ни в Библию, да, ни в историю, не буду, значит, рассказывать многих вещей, не относящихся к роману. Но здесь именно такой отец глава клана, глава семьи. Двое его сыновей, это, значит, у нас маленькая 16-летняя Камбели и ее брат Джаджа. И их мама составляет его подданных, да, он всевластный король. Но, кстати, настоящий король здесь тоже появится. Не забываем, что дело происходит в Африке, и об этом я еще скажу. Этим роман очень интересен. И здесь появляется настоящий монарх, да, со слугами, которые его опахалами, значит, охлаждают, да, вместе с супругой. Разодетые, значит, по-богатому, ну, по африканским понятиям. Значит, ну и соответствующий образ жизни ведущий. Так вот, папа местный олигарх. Скажем так, назовем все своими именами. Олигарх, который находится во временной оппозиции к власти. Естественно, это военная диктатура, не названная, да. Естественно, это африканская страна, о которой мы знаем очень мало. О климате, обо всем. То есть, ну, вот это вот погружение в какой-то другой мир. Папа привилегированный статус и особое положение. Большая ответственность, но и большие возможности. Допустим, он на Рождество просто заходит в другую комнату, время от времени от гостей, да, берет оттуда пачку денег и раздает ее, как подарки, значит, своим родным, близким, друзьям, там, короче говоря, полон дом, вы же понимаете, в такой ситуации, да. Он жертвует благотворительным фондом. Причем жертвует такие деньги, что в ответку благотворительный фонд может позволить себе подарить ему часы с золотой гравировкой его имени на циферблате. Это вот понимаете, да, о каких суммах идет речь. У него заводы в фабрике, да, и у него, значит, продуктовые супермаркеты, у него там огромное количество каких-то владений, да. У него есть газета, у этой газеты есть остроумный прекрасный редактор такой, значит, который может пошутить на эту тему, да, но только пока хозяин улыбается. Вот, дети его, что Кимберли, что Джаджа, это очень тихие, послушные дети. И сейчас мы узнаем почему. Потому что в этом доме царит самое настоящее домашнее насилие. То есть вот те вещи, которые кажутся правильными, они, доведенные до крайности, переходят в свою противоположность, в пороки. Добродители и пороки это парные понятия, это ясно, да. И вот папа глубоко религиозный, истовый католик, чрезвычайно нравственный человек, который никогда не позволит ни себе лишнего, ни своим подчиненным, который, собственно говоря, и в, насколько я понял из текста, и жизненную позицию такую занял, не самую выгодную, да, по отношению к кости, именно потому что он не потерпит ничего, что не соотносится с его нравственной нормой. И в данном случае это делает ему честь большую достаточно, да. Вот, но что происходит дальше? При этом он яростно, истово ненавидит и идово поклонство, и все пережитки прошлого, которые отделяют от африканского человека, от христианской религии, от католицизма, чистого причем. Он, значит, местный священник недостаточно духовен, чтобы давать причастие его детям. И при этом он, конечно, очень-очень верующий человек, он, конечно, значит, например, не общается даже со собственным отцом. Почему? Потому что он, отец, приносит местным духам приношение, там упоминается это слово, обозначающее, значит, местную святыню, да. Вообще, конечно, в тексте обильно цитируется язык игбо. Я о нем ничего не знаю, но только все вот эти вот звукосочетания нгуси, нгада, н-н-н-д, вот эти вот согласные, они в русском языке очень редко сталкиваются, а здесь их много. Слова всегда употреблены вместе, к месту чувствуется, что обиходный английский, язык элиты, да, значит, этого общества, он перемежается этими словами, когда они испытывают чувства, эмоции любые, вот гнева до нежности, да. И когда обращаются к более низкостоящим, да, например, дедушка у них не понимает уже английского, да, и его прекрасная сказка о том, как звери в период засухи, такая вставная новелла, едят своих матерей, значит, они, она, видимо, рассказана на местном диалекте, вот на этом, на языке на местном. Значит, сам роман перевод с английского. Так вот, вся эта экзотика мгновенно меркнет, и все достоинства главы семейства мгновенно меркнут, когда разборачиваются первые сцены домашнего насилия. То есть он, заподозрив недостаточном почтении к причастию семью, может снять ремень и избить всех троих, неглядя, что называется. При этом он испытывает праведный гнев, но не на близких. Им-то он потом, как бы, что называется, оказывает первую помощь, да, провожает переодеваться, там, умойтесь перед причастием, говорит он им Даню, значит, садятся в машину, и он их по-прежнему везет в церковь любящий отец, что называется. Вот эта тирания, это совершенно страшное явление, потому что с точки зрения религиозной нравственности к ней не подкопаться. Сказано, да убоится жена мужа своего, сказано также, не мир я вам принес, но меч, сказано также, значит, что отец доводит детьми своими и так далее. Может быть, я не точно цитирую, но вообще, я еще раз говорю, я не хочу экскурсов в Библию, потому что, во-первых, я человек неверующий, да, а с точки зрения каких-то верующих людей, с которыми я не хотел бы общаться вообще. Это нормально, да? Нормально избивать беззащитных и слабых, нормально вот такими методами внедрять нравственность в свою семью. Более того, ведь этот деспотизм, он же проникает во все сферы, например, у детей есть, у 16-летних подростков есть расписание, где все расписано по минутам от начала до конца. Когда отец их провожает в гости, а это ключевая, значит, поездка, вот это стало ключевой, ключевой момент в сюжете книги, он плачет натурально, да, он действительно, ему жаль с ними расставаться, он их любит. Вот такой вот скорпионской страшной любовью. Это тяжелая тема. И вот когда ты читаешь об их переживаниях, когда ты, вот вся прекрасная Африка, а ее там довольно много, это такие, ну, время от времени встречающиеся. Описание человеческих нарядов, описание лиц, описание сушеной солнцем кожи, блюда, которые они готовят и едят, да, растения, которые растут у них в саду, за которыми ухаживает садовник. И те же самые, значит, описания, касающиеся там быта и города, значит, в поиске газового баллона с газом для плиты, потому что готовить нечего. Там есть не только богатые в этой книге, да, понимаете, есть, это общество гораздо беднее любого европейского общества, гораздо. Даже местный олигарх, ну, у него есть машина Мерседес, личный водитель, слуги, у него большой дом, все, этим исчерпывается его богатство на самом деле. То есть, ну, там есть телевизор, но детям его смотреть запрещено. Вот, это смешно по нашим понятиям, да, но это действительно очень состоятельный там в том обществе человек. И очень, главное, влиятельный, и влияние свое именно на благо, как он считает, значит, направляющий. Итак, не посочувствовать всему этому гремучему сочетанию просто невозможно. Люди страдают, эти люди глубоко несчастные. Все, включая, значит, отца семейства, да, и хотя мы будем, ну, хотя мы будем, конечно, все время вспоминать, да, различные произведения, которые перекликаются именно с темой чувств и темой религии, да, ну, те же самые экзотика плюс любовь, плюс невозможность счастья, что у нас дает, да, поющих терновники, да, но здесь нету темы любви как таковой. Здесь тема именно семьи, вот, и эта семья жить нормально не может, в современном мире тем более. Возникает подростковый бунт, он начинается с первых страниц, начинает его Джаджи, конечно, сын. Вот, кончается такая история, вряд ли хорошо в любой стране. В нигерийской тоже история, она не может закончиться, нормальная эта книга. Конечно, будет трагедия страшная, и, безусловно, мы понимаем, что к этому все и шло. Но вот все современное общество устроено так аккуратно, так гладко, чтобы мы думали, что у всех все уже решено по этому поводу. Чтобы юные читатели, если возьмут эту книгу в руки, они начинали ее читать с полным убеждением, что вот как это в нормальной европейской семье или нормальной азиатской семье, да, где больше почтения к старшим, где больше по количеству членов клан сохраняют между собой связи и отношения, да, где больше, значит, каких-то других вещей, да, но тем не менее, вот такие вещи абсолютно недопустимы. Это вот вроде все уже решено, этого нигде нету. Есть. И не надо ни в какую Нигерию отправляться за примерами. Просто экзотический фон позволяет нам еще раз прочитать эту историю, описана, будь она в традиционных декорациях, да, в соседнем, в соседнем российском городке, то же самое происходит. Нам было бы нестерпимо тяжело ее читать, потому что это очень печальное чтение, да. Но здесь мы как-то вникаемся, втягиваемся, да, и благодаря этому еще раз получаем этот совершенно правильный урок. Так что я считаю, что эту книгу ради психологических портретов стоит прочесть, они очень точные. Ради картины совершенно чужой жизни, очень экзотичной, не похожей на нашу, да, и ради того, чтобы еще раз расставить все точки над «и». Знаете, больше всего на свете зло любит притвориться не таким уж и страшным. Да ничего страшного. Да ведь, ну, кто в жизни не поднимал руку хоть раз на кого-нибудь в гневе, в раздражении? Ну, жалеете теперь об этом? Ну, ничего же не произошло, ничего же не случится. Ведь зато, смотрите, какой хороший человек, не просто богатый, а добродетельный. Зато смотрите то, и зато смотрите это. Это очень-очень выигрышная стратегия. Зло всегда побеждало. Нет такого города, которого не взял бы осел, нагруженный мешком золота. То есть там, конечно, осадные башни, там армия, значит, кольцо блокады, это все прекрасно, да. Но осел с мешком золота берет горы города просто на раз. Так вот, это очень хорошая стратегия. Медленно-медленно, тихонечко вступает этот услуг. Вот. В общем, читайте, наслаждайтесь. Львовый цветок гибискуса. Помимо всего прочего, в этой книге очень много интересных деталей. Конечно, есть ответвление, которое я сейчас пересказать не смог. Я упомянул только одну вставную сказку. Почитайте вы много и узнаете новое об Африке тоже. Спасибо за внимание.